На дальнем фланге начал игру в составе Динамо. Хонда делает хорошую передачу вперед и 1-0 ошибается на выходе Роман Березовский. Не прошло и трех минут с начала матча. Второй выход Умбия 1-1 и 1-0 ЦСКА впереди. Ну отметим, что уже проверяли вот эту вот возможность дальнего заброса в чужую штрафную армейцев. Ну не скажу, что это был прям какой-то отработанный элемент. И вот наконец-то он сработал. Здесь действительно ошибка коллективная динамская оборона. И Умбия со второй попытки в итоге забивает гол. Ну я бы еще раз отметил пас Хонда. Изумительный. Словно рукой он этот мяч перебросил через граната. На первой минуте он же делал передачу из глубины. Трудно сказать, почему Хонда не появлялся в прошлом сезоне регулярно в основном составе. Возможно из-за... Да нет, на лимит на легионеров в ЦСКА не был проблемой. И немножко свободного пространства. Пас Воронину. Воронин Джуджек. Ну поднимет он мяч один раз. Нормально. Поднял. И смотрит сразу. Запасный момент. И Джуджек делает результативный пас. Чепчугов-Чепчугов. 1-1. Ну ты знаешь, вот мы с тобой как бы намекали на то, что гол зреет. Да, ну болельщики скажут опять свое любимое на каркале. Особенно если это болельщики ЦСКА. Но здесь дело ни в каком не в каркане, а в элементарном, ну просто... Просто наблюдение игры. Наблюдение, да. Ощущение того, что может быть, исходя из того, что мы видим на поле. Ну это, наверное, 28-я атака вот подобная, да, Динамо во втором тайме. И когда-то, в общем, это должно же было сработать. Вот наконец Джуджек действительно поднял мяч. Но, конечно, правда не на Куранье, а на Семшова. Но и Чепчугов здесь не сумел оттолкнуться толком от газона. Ну нет, ну извини меня, все-таки...